прошу прощения не сохранилась у меня видео где я объясняю после того как мы провязали росток как дальше вязать реглан ну я уже провязала вот на нужную медленно сейчас объясню после того как мы провязали с вами последний ряд раз к без прибавок следующий ряд у нас должен был быть с прибавками лицевыми петлями делая прибавки перед и после регланы петли как мы обычно делали и так мы вязали до чередуя ряд прибавками ряд без прибавок до того момента пока у нас сзади по спинке на регланной линии мы не провязали 15 сантиметров это вот задняя регланной линии должна наша быть 15 сантиметров вот я провязала весь реглан на нужную нам длину и теперь мы с будем отделять петли рукава и делать наши подрезы с петелечка переснялась и формировать наши подрезы подрезы для рукавов как мы это будем делать мы сейчас с вами маркирочек вешаем на место и провязываем уже без прибавок петли спинки до следующего нашего рукавчика вот так просто обычно как мы вязали просто лицевыми петлями сейчас дойдем до рукава переснимать наши петельки рукава на бросовую нить и отделять наше тело свитера от рукавов дошли до нашего рукавчика маркер этот снимаем он нам больше не нужен и провязываем нашу рекламную петлю которая вот у нас была по центру тоже на спинку отдаем ее к спинке а петельки рукава мы сейчас с вами переснимем на бросовую нить я вставила или очков иголочку с тупым концом и переснимаю все петельки на бросовую нить все петелечки по одной ничего не упускаю переснимаем последствия когда мы провяжем с вами тело свитера потом эти петельки наденем на спицу и будем вязать наш рукав дошли мы практически до нашего переда рекламную петлю мы с вами помним не трогаем и и оставляем на вперед на рукавах мы рекламные петли не оставляем мать выбираем фиксируем нашу ниточку чтобы наши петельки никуда не не убежали просто завязывать ниточку на узелок и потом можно разрезать когда нужно будет петельки освобождать дальше что мы делаем нам нужно я рассчитала что у меня будет на мой размер 6 петель подреза нам эти 6 петель нужно добрать обычным вот так вот способом воздушные петелечки делаем 1 2 3 4 5 6 замыкаем наше вязание в круг соединяем спинку перед таким образом подтягивать чтобы сильно дырочки не образовались теперь мы вяжем наш перед до следующего рукава и следующий рукав мы также будем с вами переснимать набросовую ниточку и так я провязала нашу переднюю часть до рукава перенесла петли рукава также набросовую нить и теперь нам нужно сделать подрезики как мы делалось 6 подрезиков один два три четыре пять шесть набрали мы шесть петель для подрезов и соединяем нашу переднюю и заднюю часть просто замыкаем в круг и далее мы теперь вяжем без убавок прибавок просто по кругу лицевыми петлями наш свитерок вяжем еще несколько рядов белым цветом и затем мы с вами будем делать полосочку из голубого цвета я провязала после нашего подреза где мы набрали петельки 4 ряда и обрезала белую нить и присоединила нить голубого цвета теперь мы будем вязать полоску из голубого голубого цвета я провяжу голубым цветом 10 рядов то есть полоска нас по 10 рядов и у нас получится 10 рядов голубой цвет потом будет 10 рядов белый цвет опять 10 голубой опять 10 белый и опять 10 голубой то есть получается всего пять полос три голубых и две белых между ними и в конце у нас там останется немножко еще место провязать белым цветом и потом будем делать и резиночку нашу то есть сейчас вяжем голубой это один и одна полоска потом вяжем вяжем белый это вторая полоска опять голубой 3 белый 4 и 5 голубой цвет провязываем также 10 рядов после того как повяжем последний последнюю голубую полоску мы с вами встречаемся и так я довязала наш свитерок на нужную мне длину у меня получилось три полосочки голубенькие между ними две беленькие и после голубой полосочки я провязала еще 10 рядов белой этого была какая-то симметрия здесь у меня от подмышки до низа получилось 23 сантиметра теперь нам нужно сделать резиночку еще два на два я буду и вязать также как и на горловинке 10 рядочков провязываем резиночку 2 на 2 сейчас петелечки поснимались отдельно присоединяем ниточку голубого цвета и вяжем резиночку 2 на 2 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные так вяжем до конца ряда я провязала первый ряд резинки до конца еще такой момент забыла проговорить если перед тем как начинаете вязать резиночку нужно посчитать петли и если у вас число петель не делится на 4 тогда нужно либо в процессе вязания первого ряда либо убавить но лучше убавить прибавлять надо убавить столько петель там одну или две которые у вас лишние чтобы получилось четное то есть число делилось на 4 и резиночка получилось у вас 2 на 2 сейчас вяжем еще 9 рядов резинки и закрываем любым удобным для вас способом петелечки и переходим к нашим рукавам и так я провязала весь джемпер наш на нужную мне длину связала внизу резиночку 10 рядочков теперь мы будем вязать рукав один рукав я уже провязала чтобы не задерживать наше вязание у нас получается такой не сильно широкий можно сказать прям по ручке такого обтяжку практически тут тоже будет нас манжетик такой голубенький рукавчик будет чисто белый и я пересняла петли с нашей бросовой нити на спицы теперь нам нужно с вами поднять наши подрезики и потом будем их провязывать у нас было здесь на рукаве 6 подреза мы набирали 6 петель с вами вот нам эти 6 петель сейчас нужно поднять вот она одна я буду поднимать обе дужки иначе будут дырочки вот вторая вот третья петелька мы их оденем на вот эту спицу протянем на эту леску это у нас будет относиться к задней части рукава и еще нам нужно поднять 3 петли на переднюю часть наверное стороны будет удобней 1 2 и 3 вот она пятерка будет немножко неудобно их провязать конечно нет наверное сейчас преподам это спицы потому что не очень удобно стоит спицы потом пересниму так 1 2 и 3 сейчас я их пересниму на эту спицу все подняли мы все петелечки с вами теперь берем нашу ниточку и присоединяем ее в коем оставляем подлиннее чтобы потом случае если у нас здесь в подрезе как образуются небольшие дырочки мы сможем их аккуратненько внутри все это заделать спрятать этой ниточкой и провязываем наш первый ряд сначала наших 3 петли подреза захватываем аккуратненько 1 2 и 3 так еще один момент вот здесь между подрезом и рукавом у нас образуется вот такая вот дырка нам ее тоже нужно как-то спрятать мы одну петельку пока который мы провязали подреза распускаем и переснимаем ее на спицу и нам нужно поднять вот здесь рядышком у нас петля есть из нее нужно поднять вот с левой стороны вот такую дужку и перекрутить ее сделать скрещенную и это вот так вот одеть и провязать их и провязать их вместе одной петлей вот таким образом провязали вот мы сократили наше отверстие немножко теперь мы будем делать то же самое с этой стороны теперь приподнимаем петелечку так сейчас мы ее найдем вот эту дужку приподнимаем перекрещиваем ее вот так перекручиваем одеваем на спицу и провязываем ее вместе с первой петлей нашего рукава ниточка расслаивается не очень удобно провязали и теперь мы практически скрыли все наши дырочки там небольшие мы потом совсем крохотные мы их подащим тоненьше которую мы оставили вот этим вот кончиком и ничего видно не будет теперь вяжем лицевую лицевыми петлями до конца ряда и там мы с другой стороны точно также при помощи поднятия петель скроем нашу дырочку между рукавом и подрезом сейчас я вижу вместе с вами провяжем тут немножко туго проходит спица потому что подрезы подняты сейчас протолкнули расслаивалась нитка когда переснимала свет ли не очень удобно теперь провязывать и так вот я дошла до последней нашей петли мы ее пока переснимаем не провязывая подымаем вот здесь вот петелечку дужечку перекручиваем ее одеваю на спицу на левую снимаем переснимаем нашу петлю подри рукава не провязана и провязываем их вместе за заднюю стенку вот так вот наклоном влево провязали теперь делаем то же самое с этой стороны приподнимаем дужечку перекручиваем одеваем на спицу и провязываем за заднюю стенку вместе с петлей подреза провязали и провязываем последние две петли нашего подреза провязали и теперь вот у нас что получается здесь практически нет дырочки здесь эти маленькие мы потом их аккуратненько все спрячем и так это получается мы провязали с вами первый ряд теперь вяжем второй ряд 3 4 и в пятом мы с вами будем делать у бабочки надо подтягивать кончик чтобы не разболтывалась петля будем делать свою первую бабочку в рукаве чтобы немножко сузит наш рукав сейчас вяжите второй затем третий и четвертый ряд и в пятом ряду мы с вами встречаемся и я расскажу как будем делать у бабочки дальше я провязала 4 ряда теперь мы будем делать первую убавку в пятом ряду убавки мы будем делать таким образом сейчас мы делаем бабочку начале ряда с наклоном вправо то есть вот так вот провязывая две петли вместе это мы сделали первую нашу убавку и далее вяжем весь ряд до конца это у нас пятый ряд получается провяжем ряд до конца затем вяжем опять 4 ряда без убавок и в пятом ряду опять будем делать убавку только уже в конце ряда с наклоном влево для чего мы это делаем чтобы нашего бабочки равномерно ложились по рукавчику и делаем чередую то сначала в начале ряда в конце для того чтобы наш рукавчик равномерно убавлялся и не было скоса на одну сторону если мы будем делать убавки с одной стороны у нас рукав начнет косить поэтому мы будем делать как здесь видите рукавчик очень равномерно аккуратно убавлен и убавок совершенно не видно потому что я их чередовала все мы одну бабку сделали теперь мы провязываем 4 ряда и будем делать в пятом ряду не в начале а в конце ряда сейчас зайдем я вам покажу и так я провязала 4 ряда и провязала пятый ряд почти до конца не довязывать две петли и теперь мы сделаем убавку с наклоном влево вот так петельку нашу перри снимаем разворачиваем и провязываем за заднюю стенку с наклоном влево это мы с вами сделали вторую убавку теперь нас осталось еще две убавки сейчас провязываем еще четыре ряда в пятом делаем убавку в начале ряда потом провязываем еще четыре ряда и в пятом делаем в конце ряда и потом с вами встречаемся то есть еще две убавки каждом пятом ряду и так я сделала все убавки всего у нас было четыре убавки в каждом пятом ряду всего провязала 20 рядов теперь мы вяжем рукав на нужную нам длину это у нас 23 сантиметра вот здесь от подмышки то есть вот это расстояние от подмышки до манжета у нас 23 сантиметра и потом будет манжетик еще 10 рядов это примерно 24 сантиметра всего рукав в 27 то есть вяжем сейчас без убавок пока наш руках не будет 23 сантиметра затем вяжем резиночку 2 на 2 голубым цветом отрезаем белую присоединяем голубую 10 рядочков и закрываем петли и потом я покажу как я закрываю резиночку 2 на 2 все я провязала рукавчик на нужную мне длину 23 сантиметра провязала провязала манжете 10 рядочков и теперь я покажу как я закрываю резиночку 2 на 2 вяжем одну петлю лицевую петельку и вторую и набрасываем первую петлю на вторую изнаночные петли я провязываю изнаночными также провязываю значную набрасываю еще одна изнаночная и набрасываю теперь тут лицевые я их и вяжу лицевыми вот так изнаночная набрасываем набрасываем и лицевую набрасываем и так закрываем все петелечки получается очень аккуратненько вот так вот все красивенько и так закрываем наши петельки прячем все кончики все аккуратненько обрезаем прячем делаем в т.о. то есть стираем сушим в разложенном виде можно лицевую гладь я даже наизнанку немножко распариваю утюгом через салфетку петелечки будут смотреться ровненько и красивенько и так наш же пирог готов свитерок можно его носить если вам понравилось мое видео ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик чтобы не пропустить мои новые видео а также заходите мой профиль в instagram ссылка есть в описании подписывайтесь на меня там у меня тоже очень много интересного и есть мастер-классы которые можно приобрести платно на все размеры всем пока